Евангелие Евреи не удержались на головокружительной и почетной высоте богообщения. Они то и дело срывались в различные пропасти – сладострастие, идолослужение, суетности. Одной из самых глубоких пропастей и соблазнов является соблазн религиозного национализма. Национализм религиозный сводится к двум тезисам. Первый – Бог истинный – это только наш Бог. И второй тезис – только мы и его народ, остальные нет. Из этих чувств рождается лицемерие, гордость, жестокость, лукавство. В конце концов, и истинный мессия был отвергнут именно из мотивов религиозного национализма. Но лучшие люди народа, пророки и праведники, всегда говорили, что Бог истинный есть Бог всего мира, Бог всех людей и любит всех одинаково. Об этом говорит Псалом 46. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радость. Ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею. Отметим с вами слова «все народы». В седьмой главе апокалипсиса говорится следующее. «Взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечислить, из всех народов и всех племен, колен и языков, стояло перед престолом и перед агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Слова эти исполняются во Христе. Христос научил всех людей веровать в Отца Своего и всех нас приводит к Отцу, невзирая на цвет кожи, на культурные и расовые отличия. Умилительно видеть на святых местах Иерусалима, на Голгофе, у гроба Христова, у камня помазания, людей самых разных языков, цветов кожи и культур. Там можно увидеть невысокого роста, с желтой кожей и раскосыми глазами сынов Азии или стройных и красивых сынов Африки. Арабов и греков, паломников из Европы и Америки, все они на коленях стоят перед людьми и теми же святынями и на разных языках через Христа молятся Богу и Отцу. Это дело Иисусова. Процесс еще не закончился. Во исполнении евангельских слов «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, церковь обойдет до конца истории, по всей земле, до самых потаенных ее уголков и научит всех людей молиться Богу. И псалом исполнится буквально. Все народы восплещут руками Господу и воскликнут глазом радости». Псалом – это песня, и он приглашает нас петь. Пойте Богу нашему, пойте. Пойте царю нашему, пойте. Ибо Бог царь всей земли. И добавляет, пойте разумно. Уже не раз мы говорили с вами о том, что Господь ищет от нас не вокальных данных и не слуховых качеств. Он ищет от человека доброго сердца и твердой воли. Были люди, которые замкнули уста, давшие обет молчания, но умом хвалили Бога. Они лучше всех исполнили заповедь «Пойте разумно». Псалом прозревает славу Христову, которая откроется и будет явно для всех людей. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. До встречи в Саду Божественных Песен, в том единственном саду, который никогда не вянет и не устает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова